Здравствуйте, я Ханжан Курбанов и это «Итоги недели на ННТ». И вначале коротко о главном. Обыски и задержания крупных чиновников, начало настоящей войны против кланов или эпизоды из «Битвы титанов». Из зала суда к судебным приставам 20 лет, как один день. Итоги новой истории службы. День народного единства. Российский праздник с оттенками серого. Кому на Руси жить хорошо. Неделя начала с уматохи, вызванная обысками в домах представителей дагестанских кланов. В центре внимания силовиков и общественности оказались министр образования и науки Шахабад Шахов и экс-градоначальник Каспийска Джамалудин Амаров. Оба из ближнего круга Абдулатипова. Под каждым из них достаточно серьезные финансо-экономические интересы и определенные политические амбиции. Как объяснить эти атаки правоохранителя на клановых чиновников? Только ли как новое обновление? На этот раз по-настоящему. Интриги, комментарии, расследования. Материалия Умы Ибрагимовой. Фотоколлаж этой тройки собран неспроста. На этой неделе проверили троих чиновников. Как дома, так и рабочие места. Подозревают Шахова, а по некоторым предположениям и Джамалудина Амарова в хищении денег. Причем обыск провели не республиканские силовики, а представители Следственного комитета СКФО. Заинтересовались федералы? Это серьезно. Республика решила взыскать долги? Нет, страна решила взыскать долги. Куда пропали 88 миллионов рублей во время строительства школы в Каспийске? Выясняют. И первым, на кого ОКО Кремля обратил свой взор, стал министр образования и науки Дагестана Шахабад Шахов. Ведь непосредственно его ведомство контролировало ход строительства школы. Назначение Садулатипова в прошлом ректор Педагогического университета и руководитель администрации президента и правительства республики. И при всех своих значимых должностях, по мнению экспертов, Шахов неоднократно был замечен в злоупотреблении служебных обязанностей. Этот период тоже был отмечен нашими коллегами-журналистами скандалами, поскольку исполняющий обязанности ректора обнаружил, значит, нарушение в его работе. И, значит, велось определенные какие-то расследования по факту проведения ремонта, расходования средств на ремонт зданий Дагпеда университета. Но они тоже ничем не завершились. Строительство учебного заведения на 1224 место находилось под личным контролем как Шахабаза Шахова, так и председателя правительства республики Абдусамада Гамидова. Строительство было начато в конце апреля и должно было завершиться в декабре 2016 года. Иначе, как заявлял Абдусамад Гамидов, Дагестан не мог попасть в программу по финансированию строительства подобных школ. Это привело к тому, что Шахабаз Шахов и начальник отдела архитектуры и строительства Каспийска Ахмед Махов подписали акт приемки данной школы, несмотря на то, что она фактически не была готова к вводу в эксплуатацию. Коснется ли теперь обыск Гамидова и Махова, пока остается под вопросом. 88 миллионов рублей это только первоначально названная сумма. И она, на мой взгляд, может быть раза в полтора больше на самом деле. И, скорее всего, идет сейчас работа по выявлению остальных таких побочных каналов хищения денег, поскольку более чем миллиард рублей потратили на школу. И хищение там, скорее всего, не ограничится этой суммой. Говоря о деятельности Шахова на посту министра образования, политологи отмечают, что на него возлагались большие надежды. Особенно, когда он вплотную начал заниматься очищением ЕГЭ. Однако, по словам наблюдателя, как бы министерство не пыталось показать, что проблема подкупов искоренена, настоящего очищения так и не произошло. Ситуация с ЕГЭ, она как бы из таких, скажем там, дворовой обстановки, кабинетно-дворовой обстановки, она просто так ее хорошенько оградили таким большим массивным занавесом, да, вот сквозь которую пробиться ни родители там, ни какие-то другие стороны вот этого ЕГЭ, они уже как бы не могут. Но, насколько я знаю, как решался вопрос сдачи ЕГЭ там без определенного объема знаний в голове, как бы и сейчас решается. Скандал с нецелевым расходованием денежных средств при поставке компьютерных комплектов в школы, проблема питания многопрофилем лицея и многие другие коррупционные эпизоды ударили по авторитету Шахова. Однако, каждый раз дело закрывалось, так и не успев начаться. Внимание к этому министерству, наверное, оно не случайно, оно обусловлено тем, что через нее проходит самое большое количество объема бюджетных средств, почти около трети, 25-30 миллиардов рублей ежегодно мы тратим на образование, систему образования в Дагестане. Ну, почти половина там уходит на учителей, зарплаты учителей имеется в виду, работников образования, но около половины идет по расходам на питание, на ремонты школ, на строительство школ. Естественно, вот в этих, как говорится, в этих расходах обычно закладываются какие-то возможности для хищения. Обыск в доме Амарова вызвал намного больше вопросов. Многие СМИ считали причиной обыска у экс-мэра Каспийска те же хищения в школе. Так в чем же причина? Политологи допускают, школа ни при чем. Дело в незаконных застройках. Я подозреваю, что все-таки, значит, обыск у Джамалдина Амарова может быть связан не только с этим участком дороги, который там был застроен к Аблотипову, где дом, где Аблотипов жил или живет, вот. А может быть связан еще с другими причинами. Может, с выделением каких-нибудь земельных участков незаконным, которые вот в Каспийске, там большая застройка, как вы знаете, идет вокруг Каспийска. Родственник Гамидова и Сулейманова, член так называемого Микигинского клана. Оставить пост просто так он не захотел. Передал власть зятю, Магомеду Абдулаеву, тем самым продолжая принимать решения в любимом городе. Конечно, передача от власти своему зятю в городе Каспийске, она, конечно, вызвала отрицательную реакцию не только каспийчан, наверное, но и дагестанцев. В общем, в случае у многих возникло подозрение, ну, некрасиво так это делать, как минимум, да. Шахабас Шахов и Джамалдин Амаров были одними из приближенных экс-главы Дагестана Рамазана Аблотипова. Кто-то даже называл их хорошими друзьями. Глава ушел, и, как ни странно, следователи начали именно с них. Если у Джамалдина Амарова обыск прошел впервые, то у Шахабаса Шахова только за этот год уже во второй раз. Напомню, первый был 22 марта. Поймут и просят и в этот раз, или же копнут поглубже, пока непонятно, во всяком случае, зачистки уже начались, и общество с энтузиазмом ждет новой жертвы следователей. Ума Ибрагимова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, специально для итогов недели. Сегодня в Дагестане работоспособный парламент. Сегодня в Дагестане работоспособное правительство. Сегодня в Дагестане работоспособные главы муниципальных образований. Экс-глава республики Рамазан Аблотипов предлагал Владимиру Васильеву опираться на его команду. Однако, как выяснилось, не только не было команды, но и в отношении его ближайших соратников правоохранителями начата работа. Все сильнее в обществе звучат призывы отправить правительство в отставку и начать с чистого листа собирать команду. Настоящую. Брежь в бюджете республики в более чем 30 миллиардов рублей. Хищение, коррупционные схемы, изощренные многоходовки, интриги. Все продолжалось и в период, о котором нам рассказывали байки, как о новом обелительном этапе новейшей дагестанской истории. Между тем, сам Аблотипов дал интервью информационному интернет-ресурсу ООН Кавказ. Я думаю, что я могу сказать президенту страны, что на 99,9% задачи поставлены передо мной в выполнении. Очень высокая самооценка прежнего главы, увы, не опирается на реальную картину дел в Дагестане. Выходит, что управлял только он, а до него просто работали, причем могли работать круглые сутки. Однако проблемы никуда не делись, и вместо одних кланов спешно создавались новые. Передел собственности – это типичная характеристика капиталистического строя в фазе всплеска его вульгарного витка. То, что кланы никуда не делись, а продолжали бороться за место под солнцем, и ни на какое проектное управление, которым гордится экс-глава республики, они плевать не хотели, косвенно подтверждает и сам Абдулотипов, оппозиционному к нему ресурсу ООН Кавказ. Вот послушайте. То, что президент назначил человека не из Дагестана, я считаю, что это вина прежде всего дагестанской так называемой элиты. Когда основные люди боролись за должность и друг с другом, вместо того, чтобы бороться за Дагестан. На неделе произошел взрыв газом. Погибло два человека. По информации Рио-Дагестана, в Рио главы Дагестана Владимир Васильев неоднократно обсуждал ситуацию с прокурором республики и выразил значительную обеспокоенность. Конец цитаты. Это не первый случай взрыва, связанного с утечкой газа. В январе 2017 года в результате взрыва по улице Орженикидзе пострадал один человек. 1 августа 2016 года, в день свадьбы, прямо накануне торжества, прогремел страшный взрыв в анкетном зале Лайли. Тогда пострадало 28 человек. 15-летняя девушка погибла. В больнице скончались еще два человека. И три человека пострадали при взрыве бытового газа в поселке Ленинкент 18 февраля 2016 года. Здесь и халатность, и человеческая беспечность, пренебрежение нормами противопожарной безопасности. 7 часов 5 минут в смену старшего оперативного дежурного ЦУГ с главного управления поступило сообщение о взрыве бытового газа в одноэтажном жилом доме в поселке Новокахулай. Сразу на место происшествия прибыли оперативные службы МЧС России для проведения тушения пожара и спасательных работ. Пожар был локализован в 7.20, в 8.45 он был ликвидирован. Одновременно с этим проводились работы по поиску пострадавших. Сразу в первую минуту были доставлены в больницу три пострадавших. Поиски одного пострадавшего продолжались до 9 часов 15 минут. День народного единства сравнительно новый праздник Новой России. Новый после социалистического этапа, который в 90-х годах как могли проклинали, особенно в телевизоре. Теперь потихоньку наступает просветление и отрезвление. После эйфории так бывает. Поняли, что социализм это и есть мечта всех цивилизованных государств Запада. Когда они от загнивающего капитализма начали переходить к социальному государству, социально ответственным бизнесам и бюрократии. Мы здесь в России застряли на вульгарном витке дикого капитализма, признаками которого явились коррупция, клановость, национализм. Мы-то тут в Дагестане все это прекрасно на своей шкуре испытывали и, собственно, продолжаем находиться в состоянии одурманенном от токсичного периода. Привыкли к такому статус-кво. Праздник Дня Единства это хорошо. Мы готовы объединяться против лжи, коррупции и лицемерия. Надеюсь, готовы. О том, как проходил праздник в Дагестане, состоится ли это единение народное в материале Хадижи Курбановой. Наряду с триколором страны дагестанский флаг как символ сплоченности народа в России. 4 ноября на календаре это, как правило, массовые гуляния, майданы, галоконцерты, молодежные шествия и другие праздничные мероприятия. Все это посвящено Дню Единства народа в России. В этом году к празднику приурочен и этнографический диктант, прошедший в Дербенте. Это акция, повышающая уровень знаний о народах, проживающих в стране. Оно положительно сказывается тем, что мы ближе узнаем друг друга, мы ближе узнаем Россию, историю России. Праздник, уходящий в далекое прошлое, исторически связан с событиями начала 17 века, когда Москва, наконец, была освобождена от польских интервентов. Под предводительством Минина и Пожарского российский народ проявил героизм, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Таких примеров сплоченности в истории значится немало. О историческом единстве и героизме народов России можно говорить много, но сегодня так ли едина наша страна? Северный Кавказ – уникальное место контрастов культур и традиций. Дагестан – конгломерат самых разных народов, спаянных воедино. Ни для кого не секрет, что эти народы России значительно отличаются от жителей центральных регионов. И тут, если отбросить национальные особенности, стоит поговорить о поведении дагестанцев вне республики. На сегодняшний день, уезжая молодому человеку из Дагестана, допустим, из своего села, из своего круга семейного и так далее, он приезжает в другое пространство, где нет для него статуса привычного, он начинает его искать. Происходит некая растерянность и поиск для себя подходящих связей. И кто что находит, тот на том и замыкается. Часто. Каждый ищет, но часто предметом всеобщего обозрения становятся далеко не лучшие находки дагестанцев. Как принимает страна гор и как принимают ее жители, у тех, кто выезжал за пределы республики, определенное мнение уже сформировалось. Уже более 200 лет Дагестан входит в состав России. За это время республика завоевала в себе уважение за героизм и смелость, но в то же время она вызывает множество опасений. Какими дагестанцы воспринимают в центральной России, узнаем у жителей республики. В Москве, например, могут не взять на работе по причине того, что вот в платке, в хиджабе. Им не нравится, когда приезжают лица кавказской национальности или другие кто-либо. Как вы это почувствовали? Как-то на себе почувствовали? Понаехали. Так и говорят. Среди опрошенных, как ни странно, оказалось и немало тех, кто видит корень проблемы исключительно в поведении дагестанцев. Сами виноваты, если честно. Почему? Ну, вообще, считается, мы там в гостях, надо себя вести соответствующе. Мне самое стыдное бывает за своих граждан, как они вьут себя. Ну, в магазине я заметила. Они пробуют, берут конфеты, пробуют, выкидывают эти фантики на полу. Вести себя везде, как дома, а где-то даже демонстрировать свое превосходство. Таков лозунг горцев. Очевидно, что в России мы имеем не самую лучшую репутацию на сегодняшний день. Проблема сформировавшихся некой ситуации, негативного отношения от них людей к другим. В силу того, что происходило раньше, восприятие друг друга стало другое. Восприятие нас стало другое. В этом наша вина тоже есть. Мы, оказывается, не совсем мудрыми оказались. Потому что понимание того, что мы малые народы, все-таки оно должно дать понимание того, что мы должны вести себя более дипломатично, аккуратно, когда мы находимся в пространстве других народов. Предвзятое отношение со стороны жителей центральных регионов или неумение вести себя культурно со стороны дагестанцев? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Все сводится к детальному рассмотрению отдельных случаев. Мы едины с самой большой страной в мире, а значит, понятие «гостя» внутри государства неприменимо. Но задуматься над уровнем культуры в республике не стало бы лишним, ведь пока мы представляем рейтинг самых проблемных регионов России. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ. Специально для итогов недели. На неделе судебные приставы отмечали свой профессиональный праздник. Судебный пристав – должностное лицо, выполняющее почетную и важную государственную миссию. В исторических документах Руси предлагалось казнить тех, кто укрывается от судебных приставов. Они обязаны наряду с налоговиками наполнять государственную казну. У службы судебных приставов глубокая история, как в России, так и на Западе. Ровно 20 лет назад эту службу возродили в нашей стране, после того, как упразднили после Октябрьской революции. На праздники судебных приставов побывала Зумруд Гамидова. Когда справедливость не хотят восстановить добровольно, на помощь приходят судебные приставы. Пожалуй, ни одна профессия не вызывает у людей такого двойственного отношения. Для одних они злые стражи порядка, которые выбивают долги и описывают последние имущества. Другие видят в них настоящих спасителей, благодаря которым удается разрешить, казалось бы, безнадежные проблемы. За последние годы государством существенно усилена роль судебных исполнителей в жизни общества. Соответственно, у нас самого института судебных приставов, как именно название судебных приставов, не существовало. Ранее эти функции с петровских времен были возложены на полицейские чины, на военнослужащих. То есть, первая задача – это все-таки у нас безопасность, осуществление безопасности в судах, охрана судов. Вторая задача – это у нас принудительное исполнение судебных актов и иных органов, должностных лиц. Несмотря на ранний час, в отделе по взысканию алиментов уже вовсю кипит работа. Кто-то забивает данные в компьютер, кто-то разбирает кипы документов на столе, а некоторые беседуют по телефону с должниками. С каждым годом полномочия судебных приставов становятся все шире. Теперь они получили право задерживать уклонистов от уплаты алиментов. По словам представителей ведомства, сами должники зачастую не являются к судебным исполнителям для составления протокола. А обращение приставов в МВД за помощью по приводу уклонистов замедляло процесс работы. С каждым годом наблюдается положительная динамика в работе приставов Дагестана. Основное место занимает борьба с неплательщиками налогов. И результаты впечатляют. По сравнению с прошлым годом объем фактического взыскания увеличился более чем на 50%. С начала года приставами взыскано 4 миллиарда рублей. По итогам работы за 10 месяцев у нас на исполнении находилось где-то 1,2 млн. исполнительных производств. Сумма фактического взыскания свыше 36 миллиардов рублей. То есть это достаточно большие цифры. Профессия приставов требует особой стойкости, смелости и готовности оставаться на посту в самые трудные минуты. Высокий профессионализм приставов будет залогом укрепления стабильности и правопорядка как в республике, так и в государстве. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала» специально для итогов недели. Это были итоги недели по версии нашего телеканала. Все у нас будет. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова